всем привет с вами домашняя кулинария сегодня мы с вами будем готовить блинчики с мясом сначала мы приготовим тесто для блинчиков я вам скажу особенные рецепции своими секретиками мы получим кружевные идеальные блинчики а в описании я напишу их количество хотя запомнить это не сложно у меня по 600 миллилитров воды и молока у меня полтора стакана муки и вот полтора стакана крахмала мне нужно вот один стакан его я еще сюда добавлю вот еще половина стакан вот так вот я смешаю затем мне нужно две столовые ложки масла 4 яйца и соль если мы готовим сладкие блинчики значит мы сюда добавляем сахаром так как у нас будут блинчики с мясом мы готовим пока блинчики потом приготовим начинку и будем их заворачивать сейчас я покажу все секреты моего рецепта для начала я здесь смешаю мою муку с крахмалом которую мы сейчас соединить будем их постепенно добавлять так как молоко у меня еще молоко у меня еще теплое я сюда добавлю две столовые ложки масла я никогда не готовила блинчики на растительном масле и на маргарине сюда добавляют только сливочное масло вот масло моё сейчас здесь растает и я перехожу к тесту я возьму кастрюлю в которой я готовить и сюда мне нужно будет разбить яйца миксером взбиваю яйца если блинчики сладкие взбиваю с сахаром если не сладкий значит просто солью здесь у нас 4 яйца не надо будет их просто посолить миксером и прекращая я добавляю сюда молоко с маслом не прекращаю взбивать 600 миллилитров воды затем я буду постепенно добавлять смесь муки с крахмалом заканчиваю добавлять муку с крахмалом после того как я все добавлю закончу я оставлю наше тесто отдохнуть на полчаса у нас уже готово мы оставляем на полчаса но должно отдохнуть все таки глютен должен сделать свое дело как вы знаете глютен это комплекс белков который находится цель на зерновых и при его развитии у нас получится очень качественно и очень эластичное тесто обычно выпечки получается но тоже самое эффектное у нас будет здесь значит оставляем на полчаса сами переходим к начинке начинка будет обыкновенная для которой нам пригодится фарш здесь приблизительно около 500 может быть 600 грамм и нарезанный один лук чуть больше среднего размера так приблизительно грамм 80 соль перец сначала я в сковороду добавляю наш лук его потушу дом до прозрачного цвета и после чего я добавляю мясо обыкновенная начинка для блинчиков и вот так я буду мясо жарить вместе с луком после чего я его положу и начну готовить наши блинчики тесто нас уже отдохнула вот так я буду готовить наш фарш нашу начинку сюда я добавляю соль по вкусу и перец все минут через пять-семь наша начинка будет шикарный фарш у нас получилось начинка пахнет изумительно по желанию можно сюда добавить сухую траву по вашему желанию можно прованские травы нужно ароматную траву я добавляю базилик жарить наши блинчики для этого так я размешиваю вы можете взять блинницу я беру обыкновенную сковороду вот так я размешиваю и вот блинным половником очень тонкие очень нежные венчики не ломаются когда заворачиваем начинку вот я здесь несколько уже пожарил я вот покажу вот она вот как ткань очень она такая очень нежная очень эластичная ею можно заворачивать любую начинку и как сладкую выставство рога можно вот просто так если она будет у вас сладкая можно с медом со сметаной получается вот вот какая красивая очень удачный рецепт очень удачные блинчики получаются жарим его так по одной минуте наверное на каждой стороне блинницы наверно же будет больно удачно первый блин уже никому самого первого блина получаются удачные блинчики даже с дилетанты могут готовить по этому рецепту получается очень удачно очень хорошо и вот так мы будем жарить наши блинчики уже готов и так буду жарить у меня блинный половник очень очень кружевные можно сказать блинчики у нас получаются очень эластичные вкусные как они вот станут готовы они вот прямо от краю сами начинают отставать очень удобно так прям прихватить и перевернуть вот вот так мы будем жарить наши блинчики продолжаем жарить наши блинчики у нас еще осталось чуть меньше половина теста я вам сейчас покажу какие блинчики получились чем меньше будет диаметр вашей блинницы тем больше блинчика у вас получится вот смотрите какие блинчики у нас получаются кружевные тоненькие тоненькие вот такие эластичные какие те кто сделает этим рецептом хоть один раз там уже от них не откажется это точно блинчики получают ну прям шикарные шикарные я еще конечно вам покажу как я а еще я вам покажу вот как они отстают от стенок когда они готовы вот прям вот от стенок отстают и очень легко его переворачивать но я по привычке переворачиваю их руками вы конечно можете делать вот они вот прям напрашиваются чтобы перевернули вот так очень такие эластичные 7 легко работать но сейчас мы закончим взять блинчики и начнем начинять их мясо теперь у нас готовы блинчики вот у насколько получилось и здесь у нас готовый фарш я повторю что есть хозяйки которые добавляют фарш прованские травы всякие до составе которую там тимьян я добавляю сушеный базилик чуть-чуть наверное одну столовую ложку фиолетового базилика я его сама сушу и добавляю всегда во всем мясные фарши ну вот а теперь как всегда берем наш один блинчик десертная ложка добавляю сюда начинку и заворачиваю этот рецепт настолько хорош что он никогда не ломается не рвется вот так вот прям нужно его заворачивать потом будем жарить вот так складываем он очень податливый легко с ним можно работать еще расскажу даже дилетанты могут приготовить эти блинчики вот так вот заворачиваем и складываем и вот так по очереди будем делать все блинчики продолжаем вот так берем блинчик чтобы было удобно там ложкой начиняем и быстренько их пожарим сейчас я вот заверну соберусь и это те блинчики которых те которые можно их приготовить очень много и блинчики которых мы не будем жарить мы просто так полуфабрикат можем заморозить морозилки но обычно я так и делаю готовлю очень много пожарю что необходимо остальные заморозил ну а потом в любой момент по мере необходимости будем их употреблять ну и вот так я я заверну все мои блинчики ну а потом я покажу как я жарю хотя ничего нового я наверное вам больше не скажу все секреты были в тесте нашего наших блинчиков вот так вот вот так мы закончили заворачивать наши блинчики а теперь как обычно мы все будем жарить на растительном масле у нас сейчас сковороду я помещалась растительное масло приблизительно 2 3 столовые ложки и вот так все наши мясные блинчики будем жарить они получаются очень вкусные аппетитные прям от них отказаться невозможно и вот так мы начинаем жарить они уже когда станут горячим будет сложнее конечно ну так жарим и подаем к столу я сейчас еще покажу вам я так они у меня жарятся получают очень румяные красивые после чего мы их нужно прям на блюдо салфеткой чтобы весь лишний жир стекал а то он очень будет жирный ну и подаем так мы заканчиваем жарить наши блинчики подаем столу оформляем блюдо чтобы это было очень презентабельно и я сейчас покажу что у меня вот такие блинчики сегодня у нас с вами получились я надеюсь они вам понравятся я сейчас покажу как они выглядят на срезе готовьте наслаждайтесь приятного вам аппетита ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал и пока